Добрый вечер. Как всегда, в это время вы смотрите очередной выпуск субботней программы дежурной по печенге в студии Пётр Широбоков. И вначале коротко некоторые темы выпуска. У нас лагерь направлен на введение в изобретательство. Место для тех, кто готов менять мир, стартовал первый виртуальный лагерь для будущих инженеров и изобретателей. Предприниматели, звезды и даже один космонавт. Эксперты зажгли молодежный межрегиональный онлайн-форум. У нас сегодня совершенно необыкновенное предстоит мероприятие. Мокрые, но счастливые манчегорские волонтеры устроили большую стирку лосю. Ну и вот теперь все подробности. В дни летних каникул стартовал первый виртуальный лагерь для будущих инженеров и изобретателей – iMakeCamp. Проявившие себя ярче всех участники онлайн-смены после снятия ограничительных мер смогут поехать на инженерно-изобретательские курсы в крупнейшие детские центры страны. Сделать лагерь виртуальным заставил коронавирус, но организаторы постарались максимально приблизить его к привычному формату. У 50 школьников из городов, где расположены предприятия Норникеля, Манчегорска, Заполярного и Никеля, Норильска, Дудинки, Читы и Газимура Заводского района, как и прошлым летом, есть свои отряды и вожатые, зарядки в виде бодрящих утренних эфиров, квесты, квизы и вечеринки. А вот за прокачку личных навыков детворы отвечает образовательная программа. У нас лагерь направлен на введение в изобретательство. Это развитие изобретательской мысли, креативного мышления, развитие латерального мышления. Это блок, как мы говорим, развлекательного изобретательства. Это изобретательство из всего, что можно найти у себя дома. Палочки от мороженого, крышки от бутылок и так далее. То есть мы учим ребят в течение программы генерировать интересные идеи, решать проблемы, с которыми они сталкиваются в пыту, не бояться этих проблем, и верить в свои силы, в то, что они сами могут менять мир вокруг себя. Творческое мышление, навыки практического изобретательства, курсы по строительству сайтов, интернет-мониторингу и работе с информацией дополняет и небольшой блок, направленный на знание английского языка. Он очень пригодится тем, кто потом будет участвовать в выставках своих идей за границей. Только сегодня весь мир содрогнется. Одно из занятий сегодня посвятили критическому мышлению. Как не стать роботом, управляемым извне? Как делать достоверные выводы, выстроив причинно-следственную связь? Ответы школьники искали вместе с экспертом. Сильная сторона. Это удобно и компактно. Слабость. Нет пассажиров, не едет по песку. Нет такси. Любое событие имеет причину. И иметь возможность, инструмент в голове, с помощью которой вы сможете выстроить причинно-следственную связь, вы сможете таким образом предсказывать не только прошлое, объяснять для себя, почему произошли те или иные вещи, но и даже предсказывать будущее. Летний лагерь – это подготовка к осеннему старту нового сезона инженерного марафона «Аймейк» – масштабного проекта благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Используя полученные навыки, ребята смогут в течение года разработать идею и создать прототип устройств, меняющих жизнь к лучшему. Да, эпичненький денек ожидается. Всем удачи! Петр Шарабоков, ТВ-21 Избежать вынужденных простоев поможет новое грузоподъемное оборудование, которое поступило в цех электролиза никеля Кольской ГМК в Манчегорске. Две из 15 кран-балок ручного типа уже введены в эксплуатацию. Кран-балка ручного типа – это компактный универсальный грузоподъемный механизм, мобильный и легкий в управлении. Оборудование будет применяться в случаях, когда необходимо оперативно выполнить какие-либо технологические операции, а большой мостовой электрический кран в это время занят на других работах или вышел из строя. Цех электролиза никеля Кольской ГМК – это основная площадка реализации стратегического инвестиционного проекта по внедрению в компании высокоэффективной технологии получения никеля методом электроэкстракции. И главным итогом установки нового грузоподъемного оборудования должно стать повышение эффективности производства. Напомним, обновление кранового хозяйства, как один из элементов модернизации цеха электролиза никеля, началось в 2018 году. Тогда в цехе были установлены 8 мостовых электрических кранов общей стоимостью около 200 миллионов рублей. Новый этап – монтаж кран-балок ручного типа – планируют завершить в конце августа. Вечеринкой со знаменитой исполнительницей Клавой Кокой в интернет-пространстве завершился межрегиональный трехдневный молодежный онлайн-форум «Свет.Он». 30 экспертов и гостей сетевого форума в течение трех дней ответили на почти тысячу вопросов подростков из Мончегорска, Заполярного Никеля, Читы, Норильска, Дудинки и Газимура Заводского района, городов, где работают предприятия Норникеля, инициировавшего «Свет.Он». Например, в прямом эфире они общались с летчиком-космонавтом, героем Российской Федерации Сергеем Рязанским. Самый главный навык и в космосе, и в современном мире, рассказал космонавт, это умение работать в команде. Самое главное в команде – это первое – взаимоуважение, второе – позитивная атмосфера, третье – это умение проводить мозговые штурмы, умение проводить разборы полетов, потому что это очень важно. Нет никакой инструкции или волшебной таблетки, чтобы создать идеальную команду. Но каждую команду ты настраиваешь под то, что тебе досталось, как музыкальный инструмент. Я очень люблю играть на гитаре, да, и вот аналогия именно с гитарой. Ты каждый раз подстраиваешь под температуру воздуха, под те струны, которые есть, и тогда эта команда будет звучать как хорошо настроенный музыкальный инструмент. Сотни подростков получили прямой доступ к экспертам, прокачивая свои компетенции в предпринимательстве, волонтерстве, инженерии и диджитал-технологиях. Социальный предприниматель Гузель Санжапова, например, рассказала, как возрождала целую деревню – Малый Турыш на Урале. Самое важное сегодня, и то, что я вижу, что происходит в стране, сегодня, если все мы с вами начнем делать хоть маленькую капельку того мира, что ли, в котором мы хотели бы оказаться, мы там окажемся гораздо быстрее. Пять шагов любых, которые могут быть связаны с экологией, социальным предпринимательством, помощи бездомным, кому угодно. Какие пять простых шагов ты можешь начать делать прямо сегодня и сейчас, но регулярно, чтобы завтра мы стали жить совсем в другом мире. Своим опытом волонтерской работы поделился актер театра и кино, победитель Международного форума «Доброволец России» Антон Богданов. Именно момент сотрудничества и волонтерства, и добровольчества как актеру помогает, наверное, быть добрее. Я очень горжусь тем, что я за последние годы как-то поменялся как человек в голове и по отношению к миру. Как бы доброты прибавилось гораздо в разы больше, и легче стало жить, дышать и, соответственно, работать тоже. Настоящим подарком для форумчан стало живое общение и выступление одной из популярных российских певиц – Клавы Коки, которая исполнила для ребят свои хиты. Ну а затем на виртуальный танцпол в сопровождении диджей вышли все участники онлайн-форума «Светон», который открыл летний цикл мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Петр Широбоков, ТВ-21. Первый душ для манчегорской легенды. Участники программы корпоративного волонтерства «Норникеля комбинат добра» привели в порядок памятник Лосю на площади Пяти углов в Манчегорске. Мы вместе с коллегами манчегорского телевидения убедились, горожане соскучились по добрым делам. Отдельное спасибо вам за то, что вы в свой выходной встали и пришли сюда. Не знаю, штормовой ветер, фонтан нас обдувает, мы все мокрые, мокрые, но счастливые. Куратор программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» Ольга Горчакова, не теряя положительного настроя, ставит собравшимся задачи. Убрать остатки прошлогодних листьев, ошкурить и покрасить забор вокруг полисадника, но все ждут, пожалуй, самой зрелищной истории – помывки лося. Волонтеры «Комбината добра», они очень любят включаться в работы, которые направлены на благоустройство нашего города. Это важно, это их внутренняя потребность, это там ни просьба, ни обязанность, это именно желание. У нас сегодня совершенно необыкновенное предстоит мероприятие, это помывка символа нашего города – лося. Наверное, все знают легенду о нем, он называется «Лось прораб». То есть реально лось выходил, когда строился наш поселок, и он практически каждый день выходил на пушку леса, его видели строители и прозвали прорабом. Чтобы намылить этому сахатому прорабу шею или рога, не хватит даже самой длинной швабры. Высота только скульптуры, без гранитного пьедестала почти 4,5 метра. Поэтому, профессионально развернув рукава, на помощь волонтерам пришел расчет пожарно-спасательной части номер 10 города Металлургов. В таком мероприятии первый раз. Отличная идея. Надо все памятники мыть. Содержать в чистоте – это память нашего города. Да и вообще символ нашего города – лось. Такого купания местные достопримечательности горожане не припомнят. Центральная фигура пятиуглов, установленная здесь в 1958 году, за 62 года своего существования омывалась только дождями. С помощью пожарной лестницы волонтерам удалось справиться с поставленной самими себе задачей – натереть мылом даже кончики раскидистых лосиных рогов. Это благое дело, я делаю добро, мне от этого приятно на душе. Я не пройду мимо в любом случае, потому что здесь и красиво, и фонтан, и хочется привести в порядок, чтобы народу было приятно здесь находиться. Волонтеры продолжат уборку территории площади «Пять углов» в ближайшие выходные. А вообще планы на лето у комбината добра грандиозные, в том числе с выездом в Лапланский заповедник. Пётр Шарабоков, ТВ-21 Нашу субботнюю программу продолжит традиционная рубрика «Заповедник». Ничто так не украшает жизнь, как тёплое летнее солнышко и море красочных и ароматных цветов. В ботаническом саду Мурманского арктического государственного университета кипит работа. Студенты и сотрудники лаборатории вовсю облагораживают территорию и заботятся об уникальных растениях сада. Нарциссы, примулы, медуницы – обычно в это время года они радуют посетителей сада, ведь июнь – период фенологической весны и цветения весенне-луковичных растений. Но в нынешних условиях цветами любуются только обитатели вуза. Кстати, эта ситуация пришлась им на руку. Студенты университета вместе с заведующей лабораторией занимаются преображением сада. Мы пересаживаем растения, мы перекраиваем все наши цветники, потому что наш опыт за несколько лет мы увидели, что все-таки руководствоваться общепринятыми принципами ландшафтного дизайна мы не можем. Потому что наша функция – это, прежде всего, просветительская работа. И для этого нужно, чтобы к каждому растению человек мог подойти как можно ближе, потрогать, ощутить аромат, увидеть его на разных стадиях. И поэтому мы делаем небольшие узкие цветники и широкие проходы. Чем сейчас занимаетесь? Мы пересаживаем самосев в примулы для дальнейшего озеленения как нашего участка, так и для участков различных школ, садов и дворов. Сколько еще осталось работы? Работы, на самом деле, очень много, но пока, наверное, сегодня все. Удобство и доступность цветников – помимо этих приятных обновлений, посетители сада ожидают и новые коллекции растений. Например, 60 новых сортов молодил. Этот необычный суккулент притягивает взгляды, а также хорошо ведет себя на севере. Он благодарный и нетребовательный в уходе. Тут под деревцем аккуратно спряталась молодила. Вы слышали о таком? Посмотрите, какая красота. Это лето богато на радостные пополнения. Так впервые на Кольской земле зацвел гималайский подофил Эмода – необычный и редкий в северных садах многолетник. Вот раскрылся и закрылся. На сегодня все. Он как-то так классно выглядит. Он, наверное, под солнышком раскрывается? Ну да, вот сейчас, видите, солнышко переходит. А он на что примерно похож? На какой цветок? На что похож? На белый лютик. На мини-пион древовидный. В коллекции сада более 500 видов декоративных растений с пяти континентов Земли. Это и вечно зеленые растения, и те, что занесены в Красную книгу Мурманской области. Сотрудники сада подбирают морозоустойчивые сорта и приобретают их в специальных питомниках. А студенты университета помогают высаживать и облагораживать сад-ботаникум. Для них это дело полезное и приятное. В данный момент я перехапываю землю, чтобы отнести ее дальше и дать почву для дальнейших растений. Ты здесь регулярно? Да, я здесь каждый день работаю. В течение недели у меня сейчас производственная практика на участке. Поэтому, да, я здесь каждый день. Ну, как тебе вообще? Нравится возиться с цветочками, с землей? Ну, скажем так, интересный опыт. То есть, работа на свежем воздухе, почему нет? Так, мы вот сейчас пересаживаем Василисника, освобождаем, вот, как вы видите, вот эту вот площадь, для того, чтобы, может быть, отдать в Чита хорошие руки и пересадить, либо нам куда-нибудь посадить на свободное для него место, чтобы ему было лучше. Ты регулярно здесь? Да, почти каждый день здесь помогаю, вот, пересаживаю, копаю. Растения, собранные из разных уголков планеты и адаптированные к условиям севера, удивляют своими проявлениями и непредсказуемостью. Несмотря на это, сотрудники сада продолжают эксперименты и высаживают новые сорта азалий с высокой морозостойкостью, ниже 35 градусов. Состояние зимнего покоя под слоем снега, они должны выдержать. Ну, вот, проверим, конечно, на свой страховый риск, мы их купили. Но узнаем уже об этом только в следующем. Да, да, ну, да, конечно, они в следующем не зацветут, но главное, чтобы они перезимовали. Камнеломка теневая, брунера, гейхера, дозифора, аурикула, гравилат и кровохлебка. Растения поражают не только своими необычными названиями, но и тем, как они раскрываются в условиях Крайнего Севера. При солнечной погоде у многих суккулентов совершенно иначе звучит аромат. Сколько лет работаю, я не замечала, что у нас вот в жару наша чмирица пахнет кофе. Да, а бадан пахнет анисом, оказывается. То есть обычно холодно и сыро, и запахи ощущаются совершенно иначе. По площади сад небольшой, но в нем столько красивых, удивительных и невероятных цветов, как, например, этот бадан. Который пахнет анисом. Вы можете себе это представить? На этом очередной выпуск субботней программы «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю. Уважаемые коллеги! В настоящее время в мире очень непростая эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С учетом рекомендаций медиков, для снижения риска заболевания сотрудников предприятий группы компаний «Норникель» предпринимаются максимальные меры по защите вашего здоровья. Мы уверены, что следование обязательным нормам гигиены позволит нам оставаться здоровыми. Защитить себя и окружающих можно, соблюдая простые правила. Регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд. Обрабатывайте их спиртосодержащим средством – антисептиками. Это поможет не попасть вирусу в организм. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь на расстоянии не менее 1 метра от окружающих, особенно если у них кашель, насморк, повышенная температура, чтобы избежать попадания вируса на кожу или его вдыхание. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Вы могли касаться поверхности, на которой был вирус. Трогая лицо, вы тем самым рискуете занести его в организм. Используйте одноразовые салфетки при кашле и чихании. Незамедлительно выбрасывайте их в контейнер для мусора и сразу обрабатывайте руки антисептиком или мойте их смылом. В противном случае вы рискуете здоровьем окружающих, распространяя вирус контактным способом. Соблюдайте график посещения столовых по подразделениям. Темп распространения любой инфекции выше при массовом скоплении людей, как в длинных очередях в столовых. При любых симптомах заболевания и недомогании немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Своевременное начало лечения будет способствовать вашему выздоровлению и остановит распространение вируса среди ваших коллег и близких. Не поддавайтесь панике. Доверяйте только проверенным и официальным источникам – органам здравоохранения, которые обладают наиболее актуальной информацией о динамике заболеваемости COVID-19 и готовы дать наиболее подходящие рекомендации по защите вас от вируса. Редактор субтитров А.Семкин